Здравствуйте, друзья! С Вами Киберпоп! И сегодня я немножко побуду, скорее даже не священником, а психологом. Мне поступил очень серьезный вопрос, жизненный от одного молодого мужчины, по поводу его взаимоотношений с его девушкой, можно сказать, невестой. И прежде чем ответить на этот вопрос, я хотел бы призвать зрителей, те, которые будут потом смотреть, мой ответ – оставлять свои комментарии под видео. Для чего? Чтобы человек, автор вопроса, мог не только меня послушать, мое мнение выслушать, но и ваше тоже. И, может быть, мы так вот сообща, как-то ему поможем в этом всем разобраться. Значит, мы сейчас как сделаем? Сейчас я прочитаю письмо, но, надо сказать, основательное письмо. Потом по пунктикам разберу его и прокомментирую, во-первых, поведение, может быть, поступки самого автора, как мужчины вперед, а потом его молодой девушки. Итак, зачитываю. Сразу хочу сказать, что история очень длинная, многие детали здесь не раскрыты. Сам я человек православный, изредка бывая на службах, относительно часто посещая местную церковь, но ни разу не исповедовался. Со своей второй половинкой я познакомился чуть более семи лет назад в школе. Отношения были тяжелыми, часто ругались, но всегда мирились, не могли друг без друга, что-то нас всегда держит. Было с моей стороны множество ошибок, юношеский максимализм, многое и запрещал, например, носить короткие юбки и все в этом роде. Спустя некоторое время все изменилось, я повзрослел, стал по-другому смотреть на мир и, соответственно, изменил свое отношение к ней в лучшую сторону. Время шло. Я учился в институте, искал ту работу, о которой мечтал, но мои поиски регулярно сопровождались ее напоминаниями, что я должен работать и зарабатывать. Спустя примерно полгода я нашел то, что искал, успешно работал, достиг того, что хотел. Несмотря на скромный доход, я выполняю ту работу, которая мне по душе. Далее все чаще стал слышать о том, что нам нужно жить вместе. Слышал я это часто, но пока не готов был на этот шаг из-за финансового вопроса, регулярных ссор и расставаний на месяц, два, три. Около года назад она начала активно интересоваться православием. Полгода назад уже пошла на исповедь, соблюдала пост, ходила на службу и т.д. И вот однажды она мне сказала следующие слова «либо женись, либо расстаемся». После этого я встал в тупик, взял паузу и обдумал, что к чему. Пришел к тому, что хочу быть с ней. Была середина весны. Я решил, что осенью сделаю ей предложение. Встретился с ней и всеми возможными способами убеждал, что нам нужно восстановить отношения, что все будет хорошо. Разумеется, не говоря о том, что я запланировал на осень. Хотел сделать приятный, долгожданный сюрприз. Она дала согласие на восстановление отношений, поставив условие, что в течение двух месяцев я изменю их, т.е. эти отношения. Мы отказались от интимной связи до брака, стали иначе проводить свободное время. Однако, все это время я был под давлением. Меня будто заставляли сделать предложение прямо здесь и сейчас. Я начал поиск съемной квартиры, о чем уведомил ее. Хотел найти квартиру с хорошими для нас условиями и без риэлтора. Попросил ее позвонить знакомой, которая сдавала квартиру, однако она этого не сделала. Но попросила меня позвонить по объявлению, которое она нашла. Я позвонил, но этот вариант меня не устроил. Прошла неделя, и она мне заявила, что больше ничего не хочет, что расстается со мной, так как я не делаю ей предложения, не снял квартиру и даже не ищу ее, хотя я активно искал, просто не загружал ее ненужной информации о неподходящих вариантах. Также она утверждает, что со мной плохо, скучно, что я невеселый, и вместо того, чтобы уделять все свободное время ей, занимаюсь работой и помогаю родителям строить дом и трачу на это деньги. Признаю то, что я не уделял ей столько времени, сколько хотелось бы, но это связано с моей высокой загруженностью по будням, почти 100% дня я работал. Один выходной я помогал родителям, другой оставлял свободным для нее. Мои попытки убедить ее в том, что родителям помогать надо, что кроме меня этого никто не сделает, и что мы с ней пока еще неофициальная семья ни к чему хорошему не привели. Вообще, складывается такое ощущение, что все мои попытки объяснения каких-либо действий вызывают у нее еще большее чувство гнева и ненависти. Упрекает меня, что все это время я ей пользовался в интимном плане, удовлетворял свои потребности, хотя это совершенно не так. У нас это было по обоюдному желанию, и то, что после того, как мы от этого отказались, я остался с ней – прямое доказательство тому, что мне от нее не это нужно. Те оскорбительные и унизительные слова, которые она позволяет при этом, очень сильно меня задевают – эгоист, не мужик, ребенок и прочее. Однако ей кажется, что это мелочи, а мои убеждения в том, что такие мелочи меня сильно задевают, никак не воспринимаются. Она всегда мне говорит, что все, что у меня есть, то есть работа, изменения, которые произошли во мне в лучшую сторону и тому подобное, только благодаря тому, что она меня учила жизни. Если бы она этого не делала, то я сейчас сидел бы, ничего не имея. И вообще, я еще маленький и ничего не понимаю, как на самом деле надо жить. Хотя полтора месяца назад на вторую работу я устроился действительно благодаря ей, за что я ей очень благодарен. Она почему-то считает, что она всегда права. К сожалению, в 100% случаев, в любой ссоре, в любой теме я не прав, чего бы это ни касалось. Я пытался ей сказать, чтобы она пообщалась на эти темы, то есть проблемы в отношениях, что она всегда права, оскорбления и тому подобное, со своим батюшкой, чтобы рассказала, как на самом деле обстоят дела, на что получил резкий отказ и оскорбление, что я не имею права давать ей советы, связанные с религией. Скажите, пожалуйста, как поступить в данной ситуации? Что я делаю не так? Почему от меня так хотят избавиться? Несмотря на то, что уже нет той искры, которая была в первый год, она мне стала как родной человек. Почему я для нее не стал таковым? Конечно, я не снимаю с себя ответственности. Везде есть и моя вина. Я боюсь ей делать предложения сейчас по нескольким причинам. Главное из них – получить отказ. И, опираясь на опыт отношений с ней, я делаю вывод, что если она даст согласие, то она будет понимать, что мной можно манипулировать, так как я боюсь потерять ее. У нас не получится счастливой семье, а я не хочу, чтобы мои дети жили в такой семье или вообще с отчимом. Вот такое вот письмо. Сразу хочу сказать, что автор этого письма мне очень нравится. очень хороший, положительный молодой человек. И, как мне кажется, с очень большим потенциалом. Наверное, он будет замечательным мужем, замечательным отцом, положительным во всех отношениях. И, наверное, сможет сделать счастливой свою избранницу. Мне кажется, что жених – что надо, на зависть это называется. Полагаю, что он не только мне нравится. Полагаю, что те женщины, которые слушали это письмо, наверное, со мной согласятся. И могут в комментариях оставить такие лайки по поводу автора. И сказать, что вообще замечательно все на самом деле. Призываю, кстати, поддержите меня, если согласны со мной. Как мне кажется, сам по себе факт того, что это письмо написано, текст большой, основательный. Все так описано. Чувствуется попытка объективно, не в свою пользу, а как-то в целом разобраться в ситуации. Он не прикрывает себя, не оправдывает, не выгораживает ничего. Человек действительно пытается разобраться. Сам факт того, что это письмо написано, уже говорит о многом. Человек находится в поиске. Он ищет возможности как-то наладить взаимоотношения. Он пытается разобраться в ситуации, пытается разобраться в себе. Он спрашивает, что я делаю не так, почему от меня хотят избавиться. То есть, он готов как-то меняться, готов как-то конструктивно что-то изменить в своей жизни, в своем отношении, в своих взаимоотношениях с этой девушкой, для того, чтобы как-то все это наладить. В общем, ищет человек, это уже хорошо, просто замечательно. Я так полагаю, что пока он это все писал, а это же нужен труд определенный, чтобы такое написать. То есть, он пишет, потом что-то не нравится, переписывает. То есть, это не так вот. Сел и хоп, и вот так вот все получилось. Даже пока этот труд предпринят был, уже многое, наверное, что-то там прояснилось у него в душе. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Очень хорошо, очень хорошо. Почему я так вот остановился на комплиментах автору? Потому что, на самом деле, хочу начать с неприятных для него вещей. Сначала так подмазать, чтобы пошло полегче. Потому что, как мне кажется, действительно, на что ему указать. И это, наверное, достаточно болезненно будет. Вот он спрашивает, что я делаю не так. Что он делает не так? Вы понимаете, вот вроде бы все так. И я сейчас рискую быть вами непонятым. Потому что внешне как будто бы все правильно. Но вот внутри что-то там не так. И я попытаюсь сейчас, рискну, туда заглянуть и сказать. Когда ваша девушка говорит вам… Ну, что тут она? Сейчас прочитаю. Складывается такое ощущение, что все мои попытки объяснения каких-либо действий вызывают у нее еще больше чувства гнева и ненависти. Сейчас поясню, почему это происходит. Мои попытки убедить ее в том, что родителям помогать надо, что кроме меня этого никто не сделал, что мы с ней пока еще не в официальной семье ни к чему хорошему не привели и не могли привести. Те оскорбительные и издительные слова, которые она использует при этом, очень сильно меня задевают. Понятно, она вас шпеняет вот так вот. Почему-то считает, что она всегда права, к сожалению, в ста процентах случаев, в любой ссоре, в любой теме я не прав, чего бы это ни касалось. Естественно. Вы знаете, вам нужно прислушаться к словам вашей девушки. Несмотря на то, что в этой ситуации вы мне больше симпатичны, чем она, но, в общем-то, она ведь в чем-то и права. Потому что вы себя действительно не всегда ведете, как взрослый мужчина. Вот так вот я мягко так вот скажу. Не всегда. Потому что ее это раздражает. Ее это раздражает. Она хотела бы, чтобы вы вели себя по-мужски. А вы немножечко как-то ведете себя, как совсем юный молодой человек, который, в общем-то, не видит особой разницы между мужчиной и женщиной. И вы с ней общаетесь, как со своим другом, может быть, который только женского пола. Вы понимаете, конечно, что она женщина, что она слаба, еще что-то, что с ней как-то по-другому надо. Но все равно вы с ней. Для чего вы ее пытаетесь в чем-то убедить, что-то ей объяснять, объяснить какие-то действия, доказать свою правоту? О, вы знаете, для чего это все делаете? Да, вот это вот. Понимаете, женщина – это совсем другая вселенная. Вы должны это четко понимать, ну, попытаться хотя бы понять, что это совсем другой мир, вообще другой. Женщинам трудно понять мужчин во многом. Нужно много-много ей прожить там с мужем и как-то там вот она. Потом она уже начинает разбираться и понимать, что к чему. Сначала не получается тоже, и у мужчин тоже не получается. Сначала это просто другая вселенная, совершенно по-другому все работает. Механизмы внутренние какие-то, душевные, вообще все по-другому. Женщина мыслит иначе, она чувствует иначе, она совсем иная. В том-то и фишка, что она иная. Если бы она была такая же, как мужчина, то какой смысл во всем этом? Она, в принципе, иная. Вы пытаетесь воздействовать на ее разум, когда ей что-то объясняете. Вы что-то ей объясняете, вы воздействуете на ее разум. Точно так же, как вы это делаете со своим другом, с мужчиной. У мужчин логика, у них разум – это орган, чем они думают. А у женщин он здесь. Они скорее сердцем чувствуют, то есть думают. Они скорее как-то интуитивно, как-то эмоциями больше, чувствами. Это чувственные вообще существа. А вы все время пытаетесь воздействовать на ее разум. Ее это жутко раздражает, конечно. Во-первых, она это не понимает. Во-вторых, это в ее глазах выглядит, как ребячество с вашей стороны. Ее раздражает именно это, что вы выглядите как ребенок. Потому что пытаетесь ее вечно в чем-то убедить, что-то ей наговорить. Что-то, 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 что-то. А она не мужчина, а женщина. Вот вы говорите, что вас здесь раздражает. И вы как-то уделили этому целый абзац, что она считает, что всегда права. К сожалению, в ста процентов случаев, в любой ссоре, в любой теме, я не прав, что бы это ни касалось. Вы даже ее призвали к тому, чтобы она посоветовалась со священником. И чтобы он ей тоже объяснил, что это не так. Но, опять же, а что это вы, собственно говоря, возмущаетесь тем, что женщина всегда права? Это естественно. Конечно, женщина всегда права. А вы разве это не знали? Ну, вот я вам говорю. Знаете, что женщина всегда, в ста процентах случаев, она права. Чего бы это ни было, она вывернется, извернется. Все равно она будет права. А если даже вам удастся каким-то образом загнать ее в угол, в тупик, из которого она не может выйти, не признав, что она, да, не права, то у нее остается последнее оружие. Она просто расплачется и скажет, что вы ее не любите. Все. Но не признает она никогда свою правоту. Естественно, любая женщина так себя поведет. Почему? Потому что природой заложено. У них, понимаете, главная их задача, биологическая, это родить потомство и обеспечить его выживаемость. А для того, чтобы обеспечить выживаемость потомства, она должна выжить сама. Потому что в природе, если мать погибает самка, то и детеныш ее тоже погибает, он обречен. Все. У нее единственный шанс остаться живых, если она будет о нем заботиться. Все. Если ее нет, то все, и его тоже нет. Поэтому у нее чувство самосохранения, инстинкт. Она будет как бы угодно, она не права, она все равно выверни все это так, что она права, а вы нет. Это естественно. И возмущаться по этому поводу совершенно ребячество. Вам нужно смириться, успокоиться и смотреть на это проще. Вспомните свадьбу в Малиновке, когда прибежали эти две женщины. С молоком они не разберутся. Я ей дала сладкое молоко, а она мне вернула кислое молоко. Она говорит, что нет, оно сладкое, нет, оно кислое. Вот они две спорят. И этому деду дали на пробу, чтобы он их рассудил, кто из них прав, а кто не прав. Ну и что этот дед сделал? Помните фильм «Свадьба в Малиновке»? Он выпил это молоко, а они сказали, что кислое или сладкое? Он говорит, что не разобрал. Это самое правильное, что можно было в данной ситуации сделать. Не разобрал все. И концы воды, и молока уже нет, и проверить нельзя. Все, конфликт исчерпан. Не спрашивайте меня, как Вам по-другому себя вести. Потому что я сам еще не волшебник, а только учусь. Вот так я Вам скажу. Может быть, то, что Вы у меня спросили, и то, что я Вам сейчас сказал. Может быть, какие-то комментарии еще последуют. Может быть, Вас наведут на какую-то мысль, и потихонечку, потихонечку Вы немножко пересмотрите свой алгоритм поведения. Эта девушка Ваша хочет, чтобы Вы были мужчиной. Она этого ждала, 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 ждала. Но, не дождавшись, она уже не выдерживает и просто хочет, чтобы Вы прямо здесь и сейчас превратились по щучьему велению. На самом деле, это уже нужно было бы вот этой девушке сказать. Да и тем, кто меня будут слушать, девушке, тоже Вам это может пригодиться. На самом деле, мужчину еще нужно сделать мужчиной. Как бы это ни звучало, там немножко странно, но это так. Потому что, выходя из своей родительской семьи, особенно из такой семьи, где мама такая авторитетная, авторитарная была, или вообще отца не было, она мать одиночкова воспитывала. Он, в общем-то, еще не сформировавшийся мужчина. Он, может быть, с большим потенциалом. У него мужчина там внутри как-то спит. И нужно его пробудить, нужно его вытащить каким-то образом, нужно раскрыть в нем это. И для этого понадобятся определенные усилия. И не факт, что у этой женщины получится, может быть. У этой женщины может не получиться и у этой, и у этой, и у этой. А вот у той, может быть, получится. То есть, тут еще нужно иметь какой-то такт и какой-то такой подход. Между прочим, и мужчина тоже должен женщину пробудить, чтобы в ней эта женская именно заиграла. Но вот сейчас мы разбираем вот эту ситуацию. Так вот, это нужно постараться в нем, вытащить из него мужчину, пробудить. Грубо говоря, вместе с ним пройти этот путь. А вот этой девушке ей не хочется. Ей хочется, чтобы уже готовенький был. Вот так вот взять человека с хорошим потенциалом, а вы не сомневайтесь, кстати говоря, она ведь не глупенькая. Она очень хорошо видит, что вообще-то и вовсе не хочет вас терять. Если вы думаете, что она может вам отказать, как вы вот здесь пишете, что вы боитесь получить отказ. Мне кажется, это наивный страх, который, опять же, подтверждает правоту вышесказанных моих слов. Ничего она не собирается вас терять. Это просто она уже вами манипулирует. Но если вы вдруг сейчас с крючка-то сорветесь, вы увидите, как она по-другому себя поведет. Она вас, мне кажется, не собирается терять. Ей нужен здесь и сейчас. Она поэтому видит ваш потенциал. Видит, что вы вообще-то так-то в будущем-то ого-го. Хороший будете и муж, и отец, и замечательный мужчина, и все. Но она хочет, чтобы вы уже таковым были. Она немножко торопится. И прилагать свои усилия к этому она, в общем-то, не очень стремится. Ей нужно здесь и сейчас. Такая немножко торопышка, не мудрая, скажем так. Она устала намекать вам. Видите, как она себя ведет? Вообще, женское дело это намеками. Она может создавать атмосферу как-то, издалека как-то наводить на мысль. Недаром говорят, что муж – голова, а жена – шея. То есть, шея куда голову повернет, туда голова и повернется. Но при этом сама голова должна думать, что поворачивается самостоятельно. Что не шея ей манипулирует, но шея должна быть. Так вот, такая женская тактика должна быть, хитрость своеобразная. Чтобы вроде как бы из-под воли наводить своего муженька на то, что вот то решение надо принять и это решение. То есть, она просто создает атмосферу и направляет его в нужное русло. А тот решает сам. Сам, сам, сам. И когда это происходит, это все тогда гармонично. В семье тогда все нормально. И получается так, что со временем муж, конечно же, научится понимать ее ходы. Будет он видеть, как это она делает, но будет делать вид, что он ничего не замечает. Потому что ему будет приятно, что у него жена такая мудрая. Что она вот так вот это делает, предоставляя внешне как будто бы он глава. Но он делает то, что ей хочется и сохраняет свое лицо как муж, как глава, как хозяин. Это он решил. Но то, что она всячески из-под воли создала условия для того, чтобы именно вот так решил, это он потом со временем будет видеть. Со временем, не сразу. И будет ей бесконечно благодарен за то, что она не ущемляла его мужское самолюбие. Такую женщину рука будет носить. И она немножко себя так вот проявляла. Но в то же время в какой-то момент она уже не выдержала и стала говорить прямым текстом. Либо женись, либо расстаемся. Но для женщины, мне кажется, это последнее дело, когда она переходит на такую прямую речь. Мужскую прямую речь. Фактически в вашей паре она ведет себя скорее как мужчина, а вы немножко как женщина. То есть вы немножечко как-то так вот переклинили вас. Она, по крайней мере, вот такие прямые требования с ее стороны. Либо женись на мне, либо расстаемся. Это совсем ни в какие рамки как-то не умещается. Кстати говоря, слушательницы, зрительницы, обратите внимание, как такое нахрапистое поведение с ее стороны останавливает мужчину. Он здесь вот очень четко в письме написал, что это, наоборот, раз, а его это, наоборот, останавливает. Потому что стоп-стоп-стоп, а что происходит? Что такое? Меня вроде как хотят, как телка, знаете, под узцы или за рога, стоило ткнуть и вот давай, стой, давай здесь. Это никуда не годится. Если я сейчас поведусь на это, как бы она мне дорога не была, а я к ней очень хорошо отношусь и люблю ее там, не знаю. Но даже в этом случае это как-то неправильно. Так что будьте мудрее, милые женщины. Да, еще вот пока не забыл, не упустил мысль, я хочу вам еще сказать, что вообще-то бывают в природе женщины, которые могут говорить прямо и могут признавать свои ошибки. Есть такие женщины, да, но они на вес золота. Да, если вы такое встретите, цените ее и в душе отметьте это, что ох, ох. А так обычно вы никогда не добьетесь прямого ответа и прямого признания, что да, я не права, как правило так. Я не касаюсь бытовых каких-то вещей мелких, а вот серьезных каких-то, да и в бытовых тоже так. Теперь, что вам делать, как поступить в данной ситуации, что я делал не так, почему-то меня так хотят избавиться. Вовсе не хотят от вас избавиться, я уже сказал. Ну, я могу ошибаться, конечно. Как вы здесь в начале письма сказали, что не все описано и многие вещи могут быть непонятны. Так и я вам скажу, что судя по тому, что вы написали, я делаю такие выводы, но я могу, в общем-то, где-то и ошибаться. Так вот, я считаю, что от вас вовсе не хотят избавиться, а вас хотят просто быстренько перековать, чтобы вы по счетчему велению, по ее хотенью сразу стали принцем, что надо. Вот этого она хочет быстренько. Не собирается она прилагать свои усилия для того, чтобы из вас вытащить мужское, способствовать тому, потерпеть, чуть-чуть подождать, согреть вас как-то, чтобы вы проросли там. Так что она не хочет от вас избавляться, наоборот, она хочет, чтобы вы быстро. Или, если она совсем нетерпеливая, она может действительно колебаться и думать, что может быть и не то, но это уже ее совсем плохо характеризует тогда. А как поступить в данную ситуацию, здесь я вам почти ничего не могу сказать. Потому что жить с этим вам, какое бы вы решение не приняли, это ваше должно быть решение. И вы знаете только все тонкости ваших взаимоотношений, вашего характера, ее характера, поэтому решать только вам. Но вам было бы неплохо, на мой взгляд, сымитировать то, что вы передумали. Взять паузу. Пусть паузу. И даже не паузу, что мне надо подумать, а нам надо побыть отдельно. И взять такую паузу и посмотреть, что будет. Мне кажется, что она понимает, что у вас огромный потенциал. Она не глупенькая, она видит. И поэтому терять она вас не захочет. Единственное, может быть, кто-то на горизонте у нее другой маячит, и, может быть, она еще вот так. Тогда не знаю как. Я думаю, что вы сами себе цену не знаете, из-за этого все проблемы. Ну что, мне кажется, все мысли, которые я хотел высказать, я так или иначе их озвучил. Вроде бы ничего не забыл. Да, вы опасаетесь, что она может вами манипулировать абсолютно справедливо. И вам ее, скажем так, как-то оседлать, в каком смысле слова. То есть, взять все-таки вверх и стать действительно главой в семье. Это вам... Она у вас очень ретивая. Да, это вам нужно такое усилие приложить. Ого-го! Здесь очень хорошее. Женщины в этом отношении гораздо опытнее, выносливые, сильнее мужчин. В смысле выстраивание взаимоотношений. Да. Здесь вам нельзя себя переоценивать. Это действительно так. Ну, кажется, все мысли я озвучил. Пожелаю вам в завершение всех благ, помощи Божией. Я долго не отвечал на ваше письмо. Больше недели приношу свои извинения. Во-первых, это очень серьезный разговор. Я, кстати говоря, ответил на него почти сразу. Но мне не понравился тот ответ, который я записал. Я перезаписываю его. А потом у меня были определенные трудности, поэтому не получалось. Работы очень много. Тем не менее, я вам все-таки ответил. Помогай Господь! Всех благ! Субтитры создавал DimaTorzok